добрый день уважаемые телезрители и радиослушатели сегодня мы проводим очередную передачу в рамках программы конституции мы это уже у нас 52 по счету вы знаете что в рамках этой передачи мы раскрываем реализацию тех или иных конституционных положений и я думаю что та история которую у нас уже на сегодняшний день наличествует говорит о том что мы рассматриваем разные формы работы это и законодательная и нормативно правовая база это и правоприменительная практика это и работа наших автусменов в том числе по правам коренных малочисленных народов севера это и вопросы развития языка и культуры других традиций нашего народа а вы знаете что 2022 год объявлен президентом российской федерации владимиром путиным годом культурного наследия народов российской федерации а в республике саха якутия этот год обозначен как год матери и безусловно все это налагает на нас большую ответственность в части того что мы сегодня в рамках сегодняшней передачи будем обсуждать эти вопросы а это будет называться как год матери в якутии инициативы вызовы и перспективы я хотел бы прежде всего представить моих гостей студии это андреева анжелика и горовна председатели союза женских организаций республики саха якутия член бюро союза женщин россии председатель комиссии общественной палаты республики саха якутия по социальной политике добрый день и григорьева ольга григорьевна председатель ассоциации предприятий сделано в якутии член президиума союза женских организации якутии основатель компании камелек президент федерации настольных игр республики саха якутия член общественной палаты республики саха якутия добрый день добрый день григорьевна ну начнем анжелика и горовна с вас вот мы знаем что женщины в республике саха якутия они проявляют достаточно большую активность и они представлены и в органах власти они представлены и на государственной службе и в сфере бизнеса предпринимательства вот мы знаем что в этом году отмечается столетие якутской республики и конечно же женщины внесли очень большой свой вклад в развитие государственности нашей республики нам достаточно вспомнить мари дмитриевна артахову софию петровну сидорову александру яковлевну овчинникову и в даке николаевну горохову люли николаевну григорьеву которые возглавляли наш парламент и сегодня я бы хотел спросить вас вообще об истории женского движения с чем это связано и какой путь пройден спасибо большое добрый день уважаемые слушатели действительно для истории женского движения это очень знаменательная дата 15 съезд женщины якутии который в последние годы проводится раз в пять лет и вы назвали конечно имена очень легендарных женщин до которые именно в самые сложные для республики годы возглавляли верховный совет и именно они наверное благодаря им сегодня мы живем достаточно хороших условиях а история женского движения республики саха якутия история начинается с 1925 года когда 3 4 марта совершенно молодые девушки которым по 20 лет они собрались в городе якутске на первый съезд трудящихся женщин якутии и они поднимали такие вопросы как отделить хатон от жилища чтобы мужчины чтобы женщинам разрешалось наравне учиться с мужчинами получать образование они ставили такие вопросы чтобы была вакцинации детей от дифтерии которые умирали и они ставили вопросы чтобы не было хамночитов то есть это говорит о том что прошло 97 лет почти столетие и благодаря тем женщинам которые ставили эти вопросы действительно сегодня наши женщины в якутии можно сказать одни из образованных до на дальнем востоке в россии целом просить целом мы стоим на двадцать четвертом месте благодаря тем женщинам которые 1925 году отстаивали наши интересы и по истории вот второй съезд женщины якутии он уже состоялся только в 1950 году получается 25 лет когда вот шла война послевоенные сложные годы да и только через 25 лет собрались собрались женщины на второй съезд женщины якутии и конечно же потом уже в советское время уделялось очень большое внимание женским советам даже на уровне руководства республики были созданы женкомитеты и в каждом наследие районы районе и даже на республиканском уровне и асср были созданы женские комитеты и на благодаря им вот созданы благодаря им сегодня вот мы на таком хорошем уровне благодаря вот нашим женщинам и вот дань уважения и мне кажется вот каждая и молодая девушка увидев и нашу передачу и даже в библиотеке да найдя историю от женского движения прочитав она должна это прочувствовать именно наверное в столетии и асср это все-таки наша история живая история и проникнуться от нашей женской историей спасибо анжелика горовна действительно замечательная история ольга григорьевна ну как я говорил в начале этот год нашим главой республики саха якутия сен сергей чем николаевым объявлен годом матери и вот в этой связи я хотел бы задать такой вопрос вот какие у вас существуют традиции да вот мы знаем что михаил ефимич николаев первым у нас стране объявил день матери да и вот этим самым он подтвердил особое отношение к женщине-матери и вот каждой семье конечно есть свои традиции я бы хотел чтобы вы рассказали о своих традициях добрый день всем всех поздравляю с началом нашего съезда сегодня у нас есть начал работать ну и с наступлением весны и очень благодарна эсену сергеевичу за то что он этот год обозначил кодом матери потому как матери в большом большекратном размере будет оказано внимание это очень для нас важно я сама многодетная мама и выросла тоже ну многодетной семье ну и мама папа бабушки дедушки с двух сторон это вот большая семья нас три сестры и мне кажется с детства в нас заложили ну такую ответственность любовь к родине патриотизм но мы все советские дети воспитывались наверно все одинаково ну и главное отличие было в том что нас приучили к самостоятельности все таки по дому мы все делали сами и ну что нас отличало наверное вот мама была моя очень творческой личностью к сожалению она умерла вот будучи еще молодой 45 лет да вот но она оставила в нас в своих дочерях ну любовь к творчеству креативу и мы я помню что как мы с ней вместе сидели рисовали чашки кружки акварельными красками и покрывали это лаком простым для пола чтобы зафиксировалась да и видимо вот эта любовь ко всему этому но и чтение конечно и бабушки и мама всегда читали вот любовь к чтению она атака вот традиции чтобы каждый раз на природу на пикник такого у нас не было и но у нас вот это вот вся любовь тепло которое передается молча тихо она формирует конечно вот это все да и я теперь уже будучи сама матери передаю своим детям уют тепло любовь и каждый вспоминая свою маму бабушек конечно с трепетом волнением и вот этот год который был ознаменован да мы его конечно восприняли с радостью конечно большое спасибо и михаилу фимовичу конечно да что у нас есть день матери но в год матери будет всеобщее внимание до женским вопросам вопросам матерей и в сфере предпринимательства тоже но безусловно вот образ матери у нас есть даже замечательный памятник матери в городе якутске вообще вот наших муниципальных образованиях много мероприятий проводится вот с этой точки зрения именно вот в ментальности нашего народа образ матери он необыкновенный необыкновенно высокий и конечно вот то что делает мать и то что вы сегодня делаете вы имеете четверых замечательных детей вот чтобы вы хотели привить своим детям вы знаете очень такой серьезный несмотря на свою простоту очень серьезный вопрос потому что когда мы собираемся стать матерью потом когда стали матери и еще ответственность большая когда ты будешь еще иметь внуков это но подход серьезный я вот когда родила своих старших детей у меня было другое понимание и восприятие мира сейчас у меня второе поколение детей но они на 10 лет с разницы в возрасте родились у меня есть школьники и студенты и вот я вижу их и ну не скажу что они прям совсем разные да сейчас у меня больше как-то вот я я им больше отдаюсь нежели молодом возрасте и все-таки хочу чтобы они у меня росли с таким сознанием да с билингвизмом когда они носятся родной язык у них родные якутские имена и когда они даже куда-то уедут они обязательно возвратятся чтобы быть полезными своему своему региону своей республики да вот этот патриотизм я в них патриотический дух хочу воспитать потому что мы видим я вообще по духу патриотка и очень люблю свою родину ну и своей деятельностью с своей работой общественными делами видимо пытаюсь это ну как бы не показать а работаю в этом направлении и не зря вы александр казачьи меня позвали потому что я и мама и общественница предприниматель и спасибо вам за это большое за подтверждение да на самом деле дети должны расти в любви это самое главное когда есть любовь и теплота отношений между супругами когда есть взаимопонимание мир в семье принципе ничему особо учить не нужно да дети сами видят все воспринимает и это самое главное но вот смотрите я думаю что вы воспитывали свое время именно на том что любили труд да на основе этого сейчас вот на основе взаимопонимания и взаимного доверия поэтому мы продолжим наш разговор после краткого рекламной паузы и продолжим еще раз добрый день дорогие телезрители радиослушатели сегодня у нас в рамках программы конституция мы идет разговор о годе матери вот анжелика и гору на я вас хотел бы поздравить сегодня с началом 15 съезда женщин республики саха якутия знаковое событие и через вас хотел бы поздравить всех делегатов всех женщин потому что действительно съезд наверное сформировал особую повестку дня где будут рассмотрены самые актуальные вопросы и мне бы хотелось через вас передать эту информацию для наших телезрителей и ради слушать расскажите пожалуйста о съезде как он начал свою работу спасибо большое александр николаевич за постоянную поддержку вот общественный круглый стол кусту когда и мы всегда сотрудничаем и сейчас очень важно конечно вот в период пандемии нам было очень сложно организовать 15 съезда женщины якутии потому что он должен был пройти ровно год назад в марте 2021 года по уставу и мы значит ровно через год его проводим и как мы предполагали будет больше вакцинированных и может быть наша значит пандемия немножко отойдет и сегодня конечно хочу сказать всем женщинам республики с одной стороны очень хорошо что у нас проводится в смешанном формате да это онлайн и очно всего избрана по республике 500 делегатов это женщины общественницы со всех улусов и городов республики и 200 человек привод участие очно и 300 получается в онлайн но большой плюс то что сейчас у нас как раз проходят переговорные площадки это 14 стратегических сессий по разным направлениям это культура образование здравоохранение экология международные отношения завтра у нас будут как раз дальше продолжаться площадки это женщина в науке женщина арктики у нас сегодня в пять часов тоже успешном варианте и в зум и очно состоится презентация книг о наших женщинах наших подругах лидерах женского движения которых уже нет с нами но они выпущены книги также у нас выпущена книга по итогам пятилетней работы союза женских организаций и очень благодарна черепановой альбине прокопьевне валентине ивановне кириллиной до почетного председателя союза женских организаций и на куровой или иной кентевне прокопьева и мария михайловна как раз эти наша рабочая группа да они издали книгу это уже останется в истории как раз о женщинах общественницах которые вносят свой посильный вклад до в социально-экономическое развитие всей республики и по итогам секции у нас состоится пленарное заседание и вот как сказал большой плюс даже вот сегодня мы я участвовала в стратегической сессии до который называется женщина в законодательстве да и у нас принял участие получается очень на 30 человек в онлайне было 72 человека то есть 102 102 человека смогли сегодня принять участие задать вопросы писать в чате выступить и услышать выступление наших спикеров вот например нашей секции я точно знаю что по предпринятию что тоже было больше двухсот человек да вошли в зум тоже это все слушали видели записывать для себя это у нас вообще открытая площадка она для всех представляете наш никогда такого не было всегда мы проводили там пятьсот только человек а сейчас мы посчитаем по итогам всего съезда наверное у нас уже будет более тысячи женщин даже вот с других регионов сегодня мы то есть вовлечены а вовлечены именно это да нет хода без добра они все вовлечены в повестку нашего съезда и вот и вот один из девизов нашего съезда у нас женщин сегодня много возможностей то есть благодаря как можно рассказали истории женского движения да у женщин сегодня масса возможностей проявить себя проявить себя как мать проявить себя как хозяйку проявить себя как профессионала какого-то дела проявить себя как общественницу то есть сегодня мне кажется границы но безграничные возможности что с чего не уметь женщина на сегодня все может даже водить машину и так далее. Спасибо, да, действительно, я помню в свое время, когда я был руководителем администрации президента, вот мы со Светланой Ефимовной Николаевой очень много работали в части того, чтобы продвигать идеи женские, она очень так за это ратовала. Многое мне приходилось работать и с Кирилиной Валентиной Ивановной, а вы сегодня продолжаете это большое дело, я вам желаю всяческих успехов. Ольга Григорьевна, но вот вы возглавляете ассоциацию предпринимателей, сделанную в Якутии. Мы знаем, что в условиях пандемии, конечно же, большой удар получила сфера бизнеса, малого предпринимательства. Вот как вы видите перспективу вообще вот вашей ассоциации, вот в нынешних условиях, как экономика должна переориентироваться, какие у вас соимосвязи с правительством и вообще, что вы ждете в будущем. Наша ассоциация, сделанная в Якутии, существует уже четвертый год, вот пошел, да? И почему мы создались, во-первых, да? Ну, один в поле не воин, в объединении наша сила. И такая трудная сфера, как местное производство, оно все-таки как-то вот заслуживает большего внимания в том плане, что мы должны сегодня смотреть в сторону экспорта, да? Но сегодняшнее положение, конечно, у нас всех очень волнует. Сейчас вот непонятное, что-то происходит, но это не должно нас никак пошатнуть. И сегодня мы должны думать о том, чтобы поднимать нашу экономику. Но эта задача стоит у нас давно, а тема брендов, она, ну, как-то вот была немножко непонятной, да? И чтобы во всем этом разобраться, мы решили объединиться и усилить наши действия в том плане, что мы должны вместе работать с властью в этом направлении, потому что в сочетании бизнеса, общества и власть мы все равно к какому-нибудь решению приходим. Это, ну, как бы, это закономерно, да? И когда мы это сделали, мы объединились и мы сделали стратегические сессии, мозговые штормы, как же продвигать наши бренды на экспорт и вообще как повысить потенциал наших продуктов, да? И выявили, что нам нужна добровольная сертификация, да, чтобы понимать, какая у нас продукция, да? Вообще мы понимаем слово защита бренда это как зонтичный бренд. Туда у нас входит креативная индустрия вся, туда у нас входит сельхозтоваропроизводители и IT-индустрия, потому что все, что мы создаем, производим, это все сделано в Якутии, то, которое мы сами потребляем в Якутии, да? И то, что у нас должно выходить за пределы. И то, что выходит за пределы, чтобы оно было успешным, оно, конечно, должно быть качественным, да, экологически чистым. И в этом должна быть, конечно, программа поддержки, направленная на развитие именно вот этого сектора, да, и нужно сейчас особое внимание и в связи с последними событиями особенно уделить внимание селу. Конечно, возрождать вот то, что было у нас в советское время, вот это хозяйство будет, конечно, сложно, но сейчас ведь и в Арктике даже, да, и во многих улусах производят свое молоко, мясо, они все это упакуют, но все это, чтобы было упаковано, а упаковка идет и маркетинговая, и такая физическая упаковка, да, чтобы хорошая была, чтобы его мы могли дарить почетным гостям как подарок, да, это требует очень большой планомерной работы, финансирования, поддержки со стороны государства. Ну вот поэтому мы объединились, у нас сегодня насчитывается более 60 зарегистрированных участников, ну и хотим, чтобы нас стало больше, потому что мы знаем, что нас более тысячи у нас в республике, и в чате у нас, вот в сообществе мы общаемся, нас там больше уже 100 человек, и мы сделали таким образом, чтобы в этой группе у нас собрались и омбудсмен, и министерство предпринимательства, и центр мой бизнес, и сейчас наши предприниматели имеют возможность напрямую задавать вопросы в чате, напрямую задавать кому-то в личку, может быть, вопросы, и получить ответ без таких приемов, возможно, да, ну и, конечно, мы в этом году планируем сделать, провести фестиваль, сделанный в Якутии, это будет огромное мероприятие в рамках столетия Якутской СССР, моя Якутия, вот, и мы, вот, войдя в эту программу, усилили бы наши действия в направлении защиты брендов, авторских прав, пригласим гостей федеральных, да, у нас с Роспатентом заключено соглашение, по которому мы сейчас работаем, ну и, конечно, поддержка центра мой бизнес и министерства предпринимательства, она очень большая, мы все работаем в тандеме. Анжелика Егоровна, какие связи вот с Союзом Женщин России у вас, чтобы вы могли рассказать? Да, вот я хотела сказать, как раз, что наш 15-й съезд Женщин в Якутии проходит, да, традиционно, и в рамках вот нашего съезда проходит тоже большое мероприятие, которое называется Дальневосточный женский форум. Первый Дальневосточный женский форум проходил в Чите, в Сабайкальском крае в 2019 году, буквально три года тому назад, и с Якутии вот большая делегация, я, Феодосия Васильевна, Габыша, Валентина Ивановна, Тольга Григорьева и многие наши, значит, общественники, мы выезжали туда и тоже ставили вопросы, которые решаются, именно должны решаться на федеральном уровне. То есть, получается, Дальневосточный округ мы, когда приезжаем на российские мероприятия, особенно Союза Женщины России, мы всегда ставим вопросы дальневосточников. Мы же очень сильно отличаемся, допустим, от средней полосы или южан, да, у них свои какие-то специфические вопросы, а у нас, у дальневосточников, не зря вот мы ставили по проезду, да, у них же давно это было, допустим, во Владивостоке, в Хабаровске, вот эти субсидированные билеты, круглогодичные, то есть, не обязательно там в ограниченном количестве только 10%, а для всех, допустим, да, на авиакомпании. Теперь у нас тоже, благодаря вот нашему главе республики, Алексей Сергеевич, у нас тоже сейчас это работает, то есть, каждая мамочка там со своей семьей может купить субсидированные билеты и выезжать. Это мы явно вот где-то 5 лет этот вопрос постоянно ставили. Вот, и в рамках вот нашего съезда, дальневосточный форум, к нам приехали гости из Бурятии, из Москвы, из Санкт-Петербурга, очень много у нас авторитетных, авторитетных спикеров, а не кандидаты наук. Вот завтра у нас будет секция «Женщины в науке», да, тоже проехали, приехала профессор, и мы будем обмениться мнениями и обсуждать как раз те вопросы, которые сегодня беспокоят Дальний Восток. И благодаря вот Союзу Женщин России, это Аллахова Екатерина Филипповна у нас возглавляет, мы ей очень сильно благодарны, благодаря ей буквально вот за последние 5 лет, сколько я руковожу Союзом женских организаций, мы практически побывали во всех субъектах Дальневосточного федерального округа. По обмену опытом это Хабаровский край, Амурская область, Чита, Забайкалье, да, ну, Чита и Забайкалье это один округ, и, конечно, бы хотелось доехать еще и до Магадана, до Еврейского автономного округа, тоже посмотреть, как там живут женщины, какие у нас общие вопросы. И как раз вот по итогам нашего съезда и форума буквально 4 марта у нас состоится пленарное заседание, где я сказала, приедут всего лишь 200 делегатов. И мы пленарное заседание проведем в Сахатеатре, где принимаем наши итоговые документы. Это резолюцию Дальневосточного женского форума, это где-то на 3 года наш план действий. Но очень замечательно. Мы должны только пожелать женскому форуму Дальневосточного успеха. Мы прерываемся на рекламную паузу, потом... В этом году Ассоциация национальных рейдов спорта, игр народов Якутии будет отмечать 30-летие со дня своего создания. Мы образовались в 92-м году в селе Чурабча. А вот ваша федерация, которую вы возглавляете, федерация настольных игр народов Якутии, отмечает 25-летие. В этой связи мне бы хотелось сказать, как вы можете совмещать вы основатель, руководитель компании Камелёк, потом вы член общественной палаты и еще президент федерации. И в прошлом году Ассоциация Хадоспорт признала вашу федерацию лучшей федерацией. А у нас в составе ассоциации 8 разных федераций. Это и Масрислинг, и это и Якутские прыжки, и это борьба Хабсага, и это конные скачки, гиревой спорт, настольные игры, северная многоворь, якутская многоворь. И вот я хотел бы с этим большим званием вас поздравить и попросить рассказать о деятельности вашей федерации. Спасибо большое, Александр Николаевич. Ну, когда я говорю о федерации настольных национальных игр, меня посещает особое вдохновение, радость, да, потому что это дети, это игры наши национальные, это традиции, это преемственность. И почему я стала этим заниматься? Ну, потому что, наверное, не хотела оставаться, наверное, как-то от этого в стороне. Видела я, ну, как бы историю, да. Ну, и с детства мы сами играли, нося в фартуках, в кармашках, фартуках, вот эти наши камушки играли. И это всё мне очень близко. Это сплачивает семью, это сплачивает коллег в школе, детишек, да. И на сегодняшний день оно очень актуально в плане того, что мы хотя бы, ну, как бы сплачивали семьи, и от гаджетов детей бы как-то немножко отстранили. И в школе, вот сейчас уже начинается такая практика с Еганга и Айигата. Стоят уже силами родителей и силами школы. Столы, уже ходят дети на вот эти вот секции и кружки по Хаблакамаска. Об этом, конечно, нам очень помогает Центр развития национальных игр МАДОН. Ну и, как вы говорили, этот год у нас юбилейный. По архивным данным с 1992 года вот Андрей Иванович Донской вот вместе с соратниками они вот стали ходить и документально организовывать мероприятия, как говорится, правила уже, ну как бы уже были, правила оформлять уже. И вот Феодосия Васильевна, в тот раз мы разговаривали, про Андрея Ивановича, она говорит, ой, какой был человек истинно душой болеющий за эти игры. И у нас в этом году все-таки мы считаем, что несмотря на то, что возможно устав у нас немножко поздний, но с 1992 года уже существует федерация настольных национальных игр. И тем приятнее, что здесь работают люди, которые без никакой, как говорится, вознаграждения, да, или там они на чисто такой основе добровольной поднимают, работают. По календарному плану проводятся чемпионаты, турниры для детей. Будет буквально завтра у нас кубок кубок республиканские кубы. Да, республиканские кубы. По настольным играм. По настольным играм. Ну и конечно же работа идет. Я очень благодарна нашим УЛУСам, в которых тоже есть свои федерации УЛУСные, в которых на местах проводится работа. Ну и хочу все-таки порадоваться за всех нас, то, что мы стали лучшей федерацией Сахада Спорт за прошлый год. Спасибо вам большое, что вы возглавляете такую большую федерацию всех игр национальных нашей республики. Ну и хочется сказать, что мы вошли в Исэх Оланхуа, мы вошли в Исэх Туймады. Ну и как говорится, наш приоритет мы ставим в том, чтобы не развивать его как спорт именно, а чтобы он был популярной игрой, чтобы в него все играли, потому что она берет массовостью. Ну и то, что оно развивает мелкую моторику и сплачивает, как я вот говорю, коллективы, это бесспорно, и как массовый спорт, как реабилитация даже, да, перенесших трудные какие-то заболевания, ну и детям оно очень подходит. Ну вот вкратце могу про федерацию свою рассказать, так? Да, вот, конечно, Андрей Иванович Донской, это был человек-легенда, безусловно преданный традициям народных игр. Почему? Потому что в ваших правилах все время вносились какие-то видоизменения в разных районах, правила по-разному. Ну и Александр Ильич Борисов тоже внес очень большой вклад. я думаю, что действительно вот федерация проводит очень целенаправленную, продуманную работу, и как вы правильно сказали, достигать надо большей массовости, начиная вот с дошкольного возраста, и школьный спорт, и студенческий спорт. Я думаю, что вы должны сейчас посмотреть по вузам, по средним специальным учебным заведениям, где тоже есть большое поле для того, чтобы их привлекать. Анжелика Горовна, вот, конечно, мы сегодня говорим о Годе Матери, и мы с вами проводили 21 января большое заседание круглого стола Кусток Радуга на тему социальный статус матери, традиции народа и современная государственная политика. Был очень хороший доклад Министерства труда социального развития, ваш основной доклад, да, ну и, конечно, выступление Параскови Петровна Борисова, как председатель Якутского регионального отделения, значит, и хочу сказать, что вот именно вот эта организация Матери России тоже в последнее время проводит очень позитивную такую работу, направленную на объединение женских организаций, насколько я знаю, у них есть местные отделения во всех улусах, вот я бы хотел сказать о том, что вы еще встречались с главой республики Саха-Якутия, я думаю, что сейчас уже сформировался конкретный план действий, расскажите про это, пожалуйста. Большое спасибо, Александр Николаевич, вам за то, что именно вы, как руководитель общественного политического органа стола Кустук, именно вместе с вами 21 января мы дали старт для общественников, для общественных организаций Году матери в республике Саха-Якутия, и после вот этого круглого стола многие женщины в улусах, городах республики вдохновились, и у нас уже состоялась встреча с главой республики Саха-Якутия, а с сыном Сергеевичем Николаевым, данную встречу тоже мы готовили вместе с Министерством труда и социального развития республики Саха-Якутия, и мне очень понравилось, что на данной встрече было много выступлений от молодых мамочек, и именно они сегодня многодетные молодые мамочки, у которых даже по 5-6 детей в наше современное время, они ставили очень много вопросов, и, конечно же, и социального характера, и каких-то материальных, может быть, или моральной даже поддержки, да, вот, матерей, и на сегодняшний день тоже Министерством труда и социального развития со всеми общественными организациями, которые занимаются семьей, материнством, отцовством, сформирован уже и утвержден правительством республики Саха-Якутия, мероприятие года матери в республике Саха-Якутия. И первый вот старт тоже крупное наше мероприятие, которое, можно сказать, стартуемый год матери, это 15-й съезд женщин-Якутии, и вот на каждой секции все равно будет пронизана роль, ну, как бы, матери в современном обществе, и завершать мы будем, летом тоже планируется большое мероприятие, тоже открытая площадка, и вообще, зачем вот проводятся форумы, фестивали, многие спрашивают, а зачем надо, и мы же почувствовали, как нам этого не хватает во время пандемии, когда нас всех закрыли дома, очень было много вопросов, мы, конечно, думали о сохранении семьи, о сохранении здоровья наших родных и близких, конечно, это важно, но именно на таких форумах и фестивалях человек, оказывается, больше всего получает моральное удовлетворение, и именно чувствует себя, ну, как бы, нужным, может быть, обществу признанным, и что-то хорошее он делает для других, то есть сейчас вот в рамках съезда у нас проходит благотворительная акция «Женщины Якутии многодетным семьям», и каждая делегация, которая приехала с Улусов, у себя в Улусе весь марта, именно делегаты избранные, и здесь, в городе Якутске, вот буквально вчера делегация горного Улуса привезли очень много натуральных продуктов питания, начиная от сметаны, вот там ягоды, всего, многодетной мамочки Марии, она вот из города Якутска, она одна воспитывает восемь детей, представляете, и вот ей привезли как бы небольшую денежную помощь, и вот продуктами питания, это же очень приятно, чтобы знак внимания, да, что матерям, да, благотворительные, и так сейчас у нас хочу для всех слушателей сказать, что у нас идет благотворительная акция, конечно же, нашим беженцам, а это на Арженкидзе 10, вы все прекрасно помните, что у нас там был штаб по борьбе с тесными пожарами, наш центр по работе с волонтерами, это Айлан Винокуров, Алена Кычкина, которые у нас тоже волонтеры-медики, да, именно вот очень хороший у нас центр республиканский, и сейчас производится сбор именно помощи беженцам, и там есть перечень, которые они могут принести. Спасибо, Анжелика Егоровна, Ольга Григорьевна, сегодня у нас очень хороший, такой добрый, по весеннему, оптимистичный такой эфир получился, я бы хотел сегодня в заключение поздравить всех женщин республики Сахар-Якутия с наступающим международным женским днем 8 марта, действительно, женщины, это опора всего, и я думаю, что в этот весенний праздник мы, мужчины, должны сделать все возможное, чтобы вас порадовать, будет чтобы вас не